Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим дебют «Гибельное начало» или игра Романа Нычева по-другому, или, как я его называю, дебют «Гроба в шашках». Кто знает, тот поймет. И заодно посмотрим мою тренировочную партию против вице-чемпиона мира, международного гроссмейстера, Евгения Кондраченко. Евгений играл белыми. Значит, cd4, fe5, бой. Вот здесь лучше бить на g5. Вообще этот размен слабый, а в центр бить совсем плохо. Белая игра от ab4, и все сводится к вариантам, которые мы сегодня рассмотрим. В партии Евгений против меня сыграл еf4. Здесь можно было за черных, в принципе, получить более приятную позицию, чем в основном варианте, сыграв b5. Ну и, допустим, fe3, ab6, bc3, bc5. Белые меняются назад, либо вперед. Ну и все равно здесь черные еще как-то могут бороться. Какая-то контр-игра есть. Вот так за черных было сыграть лучше. Я же опасался тут ловушек со стороны вице-чемпиона мира по блицу и сыграл ажи7. И все сводится к основному варианту дебюта игра Романычева или гибельное начало. ab4, gf6, b5. Вот здесь проигрывает ход fg5. Я года два назад разбирал дебют гибельное начало. Ссылку оставлю в верхнем правом углу. И также закреплю в комментариях. Обязательно перед просмотром данного видео посмотрите вот то видео. И запомните варианты. Потому что многие варианты будут пересекаться вот с теми вариантами. fg5 проигрывает. Я показывал это в предыдущем видео, поэтому не буду повторяться. Правильно играть конечно bc5. Здесь Евгений сыграл b3. Снова пытаясь меня запутать. Потому что он знал, что после fe3 я скорее всего ничью найду. Здесь в этой позиции у черных есть 4 хода. ab6, cb6, ed4, fg5. Давайте рассмотрим их все подробно. Значит fg5 уже проигрывает. Играем в gh4. И бьем именно на f4. Заставляя черных закрываться. Ну тут ab6, либо ef6 без разницы. Все равно у черных плохо. Выигрыш здесь такой. Допустим играем b3. Вот это наиболее мощное сопротивление за черных. ab6. dc3. b7. cd4. fe7. Черные видите ощетинились ударными колоннами. И на ход ab2. Жертвуют шашку. fe5. Естественно бьем в эту сторону. Черные играют cd4. И еще надеются на ничью. Бьют на d4. Здесь надо сделать точный ход. ab4. Только он выигрывает. Черные бьют. Играем e d2. Ну и видите. После всех разменов выигрываем шашку. Допустим ab6 побили. bc5. Ну и все. Черным остается только сдаться. Так fg5 проигрывает. Выяснили. Также проигрывает e d6. Ой, e d4. Тогда играем ef2. Вот здесь есть два хода. fg5 и fe5. Я их не разбирал в предыдущем видео. Поэтому делюсь с вами. Ценные варианты. Многие варианты здесь мне показал шашист из Одессы. Александр. Саша, привет. gh4. Нападаем. Ну и черным надо закрываться. Потому что грозит dc3. Приходится играть ef6. Тогда здесь выигрывает fe5. Такой комбинационный мотив. fg3. Отдали две шашки и побили две. Видите, в чем проблема у черных. Нельзя ставить дамку. Потому что их дамка неминуемо гибнет. Допустим, сюда-сюда. Приходится меняться. И выясняется, что черные без шашки. У белых 7 и у черных 6. Это проигрыш. Также плохо в этой позиции вместо постановки дамки играть fe7. Когда белые здесь выигрывают шашку тоже. Ну, допустим, побили, 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 побили. Тут неважно, куда бить. Все сводится к этой позиции. Играем ed4 и выигрываем шашку снова. Эта позиция за белых выиграна. Понятно, что у черных центр. Но постепенно выигрываем. Выяснили. Ход fg5 проигрывает. Также плохо играть fe5. Меняемся. fg5. И вот в этой позиции есть три варианта. fg7, ef6 и cb6. Ну, а b6 ведет к тому же, что и cb6, в принципе. На fg7 выигрывает g6. И после хода gf6 играем dc3. В чем идея? Ну, нельзя нападать cb4, потому что черные остаются без шашки. Видите? У них, конечно, мощный центр, но... Просто нападаем. Надо отходить. Ну и меняемся. Здесь постепенно с лишней шашкой опять побеждаем. Если черные в этой позиции вместо cb4 играют ab6, тогда выигрывает сквозной удар. Отдаем три шашки. Видите? Черные попадают в дамки и продолжают удар. Затем отыгрываем три шашки. Ну и после размена белые идут в дамки, а черные нет. Это выигрыш белого. Выяснили. Ход fg7 проигрывает. Значит, также проигрывает здесь ход ef6. Играем здесь уже de3. Ну, fg5 нельзя из-за несложного удара. Я думаю, вы его найдете сами. f4, bc3. И белые попадают в дамки с выигрыша. Поэтому приходится играть ab6. Тогда играем b3. Игрозим отдать одну шашку и забрать либо три, либо две. Если черные закроются туда-сюда, и две заберем. То есть черным приходится играть dc3. Это лучшее сопротивление. Белые выигрывают шашку. И черные за счет центра еще надеются на ничью. Но вот здесь выигрывает клан московского мастера Владимира Гагарина. Нападаем g4. Приходится отходить. И изящно играем gf2. Грозим разменяться и выиграть за счет лишней шашки. А после вынужденного хода fg3 черные попадают в дамки. Но мы эту дамку ловим. И снова выигрываем шашку. И постепенно побеждаем. Вот такой красивый вариант. Так. Также в этой позиции проигрывал cb6. Вот здесь создается гамбитная позиция. Она очень плохая за черных. У них огромное переразвитие. Ну допустим, gh4, b5, fg3. То есть мы сперва хотим разменяться вперед, а затем назад. Вот такой план. И получится гамбитная позиция. cb4, bc3 допустим. Меняемся вперед. Черные строят колоночку. Грозят отдать одну, забрать две. Поэтому меняемся именно назад. В гамбитных позициях, друзья, надо меняться всегда назад. Ну практически всегда. То есть запасаемся запасными темпами. Извините за тавтологию. Но по-другому не скажешь. Далее. b3, fe3, cb6. Стоит угроза отдать одну и забрать две. Поэтому надо уходить на бортик. Здесь у черных есть два варианта. Оба они проигрывают. dc5 и bc5. После dc5 играем hg3. И не боимся возможных ударов черных. То есть если играют черные cd4, лучшее сопротивление, бьем на e5. Теперь есть такой вариант. Аb2. Если черные отдают шашку, две шашки. Бьем на c5 смело. Ну и после... После размена идем в дамки. Это выигрыш. Если черные здесь проводят удар. Аb4 и забирают три. Шашек поровну. Но видите, у черных никогда нет хода hg3 из-за удара по затылку. Здесь просто занимаем центр. Ну и легко побеждаем. Приходится играть hg3. Тогда выигрываем шашку. Ну и на ход fc7 играем hg3. Приходится отдавать. Идти в дамки. Поставили дамку. Надо играть bc3. Играем gf4. Если cb2, уже будет распутье fg7. И черным некуда будет поставить дамку. Поэтому приходится играть cd2. Играем fg7. Ну и здесь проводим все три шашки в дамки. Строим треугольник Петрова. Это выигрыш. Так, разобрали ход dc5. Теперь, если черный играет bc5, здесь выигрыш немножко другой. Но тоже красивый. hg3. Допустим, cb4, gh4, ef6, gf2, ab6. Занимаем центр e d4. Ну и на ход dc5 закрываемся. На ход fc7 проводим небольшую комбинацию. Я думаю, вы ее найдете сами. hg7, ef4. Ну и здесь легко побеждаем. Допустим, bc5. Занимаем большую дорогу. Черные жертвуют шашку. Меняются. Нападаем. Надо жертвовать шашку. Ну и здесь, чтобы быстро выиграть, просто отдаем дамку. И выиграли. Так, разобрали ход cb6. Он тоже проигрывает. То есть, друзья, выяснили, в этой позиции проигрывают ходы fg5 и fe5. Ну, а других ходов нет, потому что грозил fe5. То есть, ход e d4 проигрывает. fg5 тоже проигрывает. Это я уже показал. Плохо также играть ab6. Вот здесь белые играют b3. Ну и, допустим, на ход b7 черные опять строят пирамидку. Видите? Как я ее называю? Самса. Ха-ха-ха. Треугольник. Играем ab2. У черных есть два хода. fg5 еще дает ничью. После размена gh4. Бьем на g5. Ломаем пирамидку. Ну и на ход fe7. Здесь вот надо сделать точный ход. bc3 играть слабо из-за cb4. Поэтому играем dc3. А вот здесь уже после размена, в какую бы сторону черные не побили, сюда побьют или сюда, без разницы, здесь у белых будет преимущество. Ничья у черных во всех вариантах есть, но черным надо играть предельно аккуратно и точно. То есть fg5 выяснили, все-таки ведет к ничьей. А вот ход cd4 за черных уже красиво проигрывает. Играем dc3. Точный ход. Ну и видите, cb6 нету из-за gh4. И просто забираем три шашки и потом еще эту отъедим. То есть ab6 нету из-за gh4. Допустим, отдали. Одну забрали две. То есть грозит из gh4. На fg7 можно выиграть шашку. Допустим, разменялись. Побили, побили. Ну и тут, видите, шашка выигрывается. Так, если играть fg5, тогда играем ed2. gf6 снова нету из-за gh4. И пробьем на g7. Единственный ход у черных, это остался fg7. На b6, получается, можем снова выиграть шашку. Ну, допустим, поменялись. Надо играть сюда, сюда. Ну, просто играем ab4. И остаемся с лишней шайбой. Поэтому единственный ход у черных fg7. Тогда здесь выигрывает красивый ход ab4. Только этот ход ведет к победе. У черных три хода. ab6, gf6 и ef6. На ab6 проводим удар. Отдаем 2, забираем 3. Так, на cb6 еще есть. Но это мы уже видели. gh4. И забрали 3 с выигрышем. Так, на gf6 снова выигрываем шашку. gh4. Здесь можно вперед, назад побить. Без разницы. Выигрыш. Лучше, наверное, вперед. Ну, и, наконец, последний ход. ef6. Играем gh4. И снова выигрываем шашку. Допустим, fe5. gh2. Побили, побили. d7. Побили. ef6. cd2. Побили. dc3. Ну, и черные остаются без шашки. Им остается только сдаться. Разобрали ход ab6. Он очень слабый. Единственный ход, ведущий к ничьи из-за черных. Здесь cb6. Теперь белые могут, в принципе, разменяться назад с преимуществом. Ну, вот если кто-то знает хорошо за черных, дебют гибельное начало, здесь лучше разменяться назад и пытаться запутать соперника. Но большое преимущество есть после хода bc3. Вот здесь я разбирал ход cd4, ведет к ничьей. Сегодня покажу ход b5. Он напрашиваешься, очень часто играют любители в этой позиции за черных. Он проигрывает. Смотрите, ab2, ab6, b3. Черные строят колоночку. Меняемся. cb4. Ну, и здесь у черных два хода. b5 и cd4. Ну, ed4 нету из-за b5. И просто попадем на g7 с выигрышем. Так, если черная игра от cd4, тогда выиграем с помощью комбинации. Играем cd2. 10 ходов нету, видите. Остается единственный ход. fg5. Когда играем ef2. И просто bc5. Ну, и как бы черные не били, прорываемся в дамки и побеждаем. Так, если в этой позиции черные сыграли b5 вместо cd4, меняемся. Ну, и тут надо играть ed4. Единственный ход. Меняемся снова. Бьем на e3. Вот здесь три хода. Прошу прощения. На fg5 просто ed2 выигрывает. Ну, и у черных нет полезных ходов. На b6 b5. Ну, и можно сдаться. На ef6 fg5. На fg7, ну, просто fg5. И забрали 4 шашки с выигрышем. Поэтому fg5 проигрывает. fg7 также проигрывает. Играем ed2. Ну, и на единственный ход. fg5 просто меняемся. dc3. Грозим cd4. Поэтому приходится играть ef6. Чтобы на нападение cd4 был размен d5. Потому что ab6 же нету. Просто нападаем и ходить некуда. Черным. Черным здесь. Поэтому на нападение cd4 приходится меняться. d5. Тогда аккуратно бьем на d6. Ну, и просто играем ef4. Ну, и на единственный ход. ed6 меняемся. И черные проигрывают за счет своей отсталой шашки. g7. Они ее так и не развили. Так. Ну, и наконец. Самый сложный ход в этой позиции. ab6. По-человечески. Ну, ладно. Не буду подсказывать. Друзья, поставьте видео на паузу. И попытайтесь найти выигрыш за белый. Он здесь далеко не очевидный и красивый. По-человечески напрашивается ба5. Но это лишь ничья. Смотрите. fg7. И ef6. И выясняется, что несмотря на лишнюю шашку, белые здесь победить не могут. Потому что у черных центр. И они успевают прорваться в дамки и достичь ничьей. Вот такая прикольная штука. Поэтому правильно после хода аb6 не нападать ба5. От ничью красным. А играть ed2. Труднонаходимый ход. Теперь черным приходится нападать. И несмотря на связку, здесь белые выигрывают. Парадоксальная позиция, друзья. У черных ни одной слабости. У белых связка. Плюс отсталая шашка h2. Но они побеждают. Вот. Парадокс. Я не знаю, как это объяснить. Но вот это просто. Это шашки. Что сказать. Значит. Сложная игра с простыми правилами. Fe5. На fe5 выигрывает удар. ed4. Ну и как бы черные ни били. Мы прорываемся в дамки и легко побеждаем. Если черная игра от fg7 ждут. Тогда мы тоже ждем hg3. Вот у нас есть выжидательный ход. Ну и на ход fe5 единственный. Наносим удар снова. Ну и легко побеждаем. Вот, друзья. Этот вариант мне тоже в свое время показал Александр. Шашист из Одессы. Поэтому правильно в этой позиции вместо b5 за черных играть только cd4. Этот единственный ход ведет к ничей. Здесь ничья еще тоже непростая. Аb6. De3. Ну, нападения fg5 никогда нет из-за ef2. И белые пройдут дамки. Поэтому приходится играть только черным правым флангом. bc5, ed2, bc7, cb2, cb6, ba3, ba5. Меняемся вперед. И здесь за черных проигрывает cb4. Играем cd4. Ну и на ход ba3 играем dc5. Надо проходить в дамки. Ну, тогда отбрасываем черных от дамок. Черные сопротивляются еще здесь. Но здесь выиграют прием трамплин. Или, как я его называю, президент Трамп. Ставим дамку на b8. Ну, допустим, cd4. Ставим дамку на f4. Грозим сыграть на d2. Поэтому приходится играть dc3. И здесь играем hg5. Ну и на любой ход, видите, выигрывает трамплин. Поэтому в этой позиции cb4 проигрывает правильно играть fe5. Тогда меняемся. Черные также меняются. Играем ed4. Вот здесь проигрывает b3. Напрашивающийся ход. Играем fe5. И видите, никогда нет хода fg7 из-за ef6. Поэтому черным приходится жертвовать шашку. Они еще надеются на ничью. Но здесь заколачиваем гвоздь в их гроб ходом dc3. Сюда дамку не поставишь. Она будет заперта. Поэтому приходится ставить дамку на c1. Ну и просто идем в дамки. И тут проблема черных в чем. fg7 никогда нет из-за ef6. Поэтому дамка черных, видите, тоже ограничена. У нее есть только поля a3 и c1. Она бегает только по ним. Других ходов у черных нет. Аккуратно идем в дамки по бортику. Чтобы черные не могли зайти в люпки. Ну и затем отъедаем шашку e7. И постепенно за счет двух лишних шашек выигрываем. Здесь своей головой. Правильно, конечно, вместо b3 играть в этой позиции ef6. Тогда меняемся. И вот здесь проигрывает напрашивающийся ход ab4. Очень много партий было проиграно в этой позиции. Играем fe5. Но fg7 нет. Просто пойдем в дамки. Поэтому черным приходится меняться назад. Играем de5. Ну и здесь у черных три хода. На bc3 меняемся. Ну и видите, оппозиция. То есть противостояние белых и черных шашек на одной вертикали. Здесь пользу белых. Черные проигрывают. Если черные меняются таким образом. Ну снова возникает оппозиция. Играем cb2. И черным некуда ходить. Наконец, если в этой позиции черные играют fg7. Тогда здесь выигрывает ход cb2. Как-то гроссмейстер, чемпион СССР и чемпион мира Владимир Вигман. Сыграл cd2 в одной из своих партий. И сопернику удалось сделать ничью. Вот здесь правильно играть, конечно, только cb2. В чем идея? Нет хода f6 нападения. Видите? Потому что мы отдадим одну шашку и заберем две. А если черные, допустим, играют b3. Здесь мы просто прорываемся в дамки и выигрываем. Черные еще пытаются сопротивляться. Жертвуют шашку. Но на ход ab2 снова заколачиваем гвоздь в их гроб. Отдаем две шашки. И наносим удар. С выигрышем. А где же все-таки ничья в этой позиции? А ничья, друзья, вот такая. Разменялись. ed4. ex6. Разменялись. Значит, посмотрели ход ab4. Проигрывает. Правильно. Здесь красиво жертвовать шашку. hg5. Это единственная ничья. Здесь еще будет одна прикольная ловушка. За белый. Допустим, ab4. cd2. Видите, черные заставили белых сдвинуть шашку c1. И когда они уходят на e3, тогда уже черные идут в дамки. И вот здесь последняя ловушка у белых. Смотрите. Проигрывает напрашивающийся ход постановка дамки черными. Это ноль уже. Играем b7. В чем идея? То есть белые грозят поставить дамку и затем поймать дамку черных с выигрышем. Поэтому черным приходится сдвигать свои шашки. Если они играют ed6, вот здесь поставьте видео на паузу и попытайтесь сами найти красивый выигрыш за белых. Изящная штучка. Жертвуем шашку неожиданно. И просто скромно ставим дамку. И выясняется, что черным некуда ходить. Остается только сдаться. Так, если в этой позиции черные играют fe5, тогда выигрывает известная тема. Ставим дамку, приходится закрываться. И играем hg5. То есть ходов дамки нет, потому что отдадим шашку. И побьем шашку и дамку. Поэтому здесь черным приходится отдавать одну из шашку и играть cb4. Тогда играем ef4. Стоит угроза hg7 и gf6 с выигрышем. Поэтому черным приходится закрывать свою дамку ходом bc3. Ведем шашку в дамке. Здесь черным нельзя играть cb2 и cd2, потому что просто их дамка и шашка ловятся. Петлю. Видите, неизбежно. Поэтому сюда играть бесполезно. Просто поставили дамку и выиграем с помощью столбника. Это понятно. То есть остается только как-то маневрировать дамкой. Тогда вот здесь выигрывает точный ход. Ставим дамку на f8. Ну и выясняется, что сюда снова проигрывает hg7 и gf6. А если, допустим, черные играют b3, тогда играем g6. Ну и на ход ab2 уже нападаем. Сюда не отойдешь. Дамка ловится. Поэтому приходится сюда откровить. Ну и зажимаем шашку и дамку. Приходится отдавать шашку. Ну и здесь простой выигрыш. Допустим, сюда, 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 сюда. Прием называется петля. То есть отдаем шашку. Затем шашку и дамку. И это выигрыш. А где же все-таки была ничья, друзья, в этой позиции? Выяснили. Постановка дамки это 0. Правильно играть в этой позиции ed6. Ну и после хода b7, здесь еще надо красиво отдать шашку. Если белые бьют вперед, тогда ничья простая. Поставили дамку и просто разменялись. Если белые бьют назад, тогда ставим дамку. Не даем поставить дамку, потому что она будет поймана. Приходится играть fg5. Ну и здесь играем просто dc5 и cb4. Затем b3 сыграем и проводим вторую шашку в дамке. Это ничья. Тут белые никакие петли, ничего не успевают соорудить. Это ничья. Вот такая сложнейшая ничья. Видите, друзья, чуть ли не единственная у черных. Поэтому этот дебют называется гибельное начало. Теперь давайте рассмотрим мою партию с Евгением Кондраченко. Значит, Евгений сыграл ef4. Я сыграл g7. Надо было b5. Ну и все свелось к основному варианту. Значит, bc5. Мы с вами посмотрели, что самый сильный вариант здесь fe3. Но Евгений решил меня запутать. И сыграл b3. Но он знал, что я знаю тут ничью. Вот здесь, в принципе, возможен ход cd4 дерзкий. Возможен. Но я решил сыграть скромно. cb6. Нельзя, по крайней мере, в e3 из-за cb4. И черные выигрывают с помощью двух лишних шашек. А b2 играть опасно. Потому что будет cd4. И будет грозить удар dc5 и b5. Поэтому Евгений разменялся g4. Я играл b5. Белые играют g2. Хотят построить колоночку. Я тоже строил колоночку. Вот здесь, в принципе, за белых надо было меняться. 2 на 2. И партия бы закончилась ничьей. Но, я думаю, уже все знают, что Евгений Кондраченко это боец. Он никогда не делает простые ничьи. Он всегда пытается выиграть. И Евгений сделал интересный ход. cb2 в этой позиции. Здесь ловушка, друзья. Подумайте, как бы вы сыграли за черных. Поставьте видео на паузу и подумайте, как бы вы сыграли. Оказывается, напрашивающийся ход fe5 ведет к огромному преимуществу белых. Здесь у белых большие шансы на выигрыш. Играем hg5. Теперь простые ходы за черных проигрывают. Ну, грозит. То есть, на ход cb4, допустим, проходит удар. gh4 и fe3. И белые легко выигрывают. На ход cd4 здесь выигрывает связка dc3. Ну, и на единственный ход fg7 белые наносят удар по затылку. Видите? Остаются с лишней шашкой. Это выигрыш. Если черные в этой позиции играют fg7. Так, какой еще ход есть? Да, fg7. Тогда здесь выигрывает ход dc3. То есть, грозит комбинация. Допустим, на gf6 играем ef2. И наносим удар. С выигрыш. С выигрышем. Если черные игра cd4 снова выигрывает удар по затылку. Вот он, собственной персоной. Даем леща сопернику. Ну, и наконец, так же проигрывает cb4. Побили, побили. Снова играем gh4. Ну, тут просто прорываемся в дамки. Кажется, что положение черных неизбежно проигранное. Но здесь есть очень эффектная ничья. e d4. Ну, прошу прощения. Белые просто нападают dc3. И кажется, что потеря шашки черными неизбежна. Потому что меняться, видите, нельзя. Лишняя шашка у белых сохраняется. Как тут играть, я не знаю. Но здесь есть прикольная ничья. cb4. Спасает только этот ход. Теперь уже белым надо быть аккуратными. Такой бой проигрывает из-за удара. И здесь уже черные остаются с лишней шашкой. Неожиданно. Поэтому всегда надо аккуратно бить. Поэтому на ход cb4 белым надо аккуратно побить. Две шашки. Черные бьют и белые бьют. Ну, и после размена выясняется, что у белых лишняя шашка. Но у них две отсталые. a1 и h2. Поэтому черные неизбежно прорываются в дамки. И достигают ничьей. Выигрыша у белых нет. Вот такая прикольная ловушка. Ее расставил Евгений. Я ее обошел красиво. Вместо fe5 я сыграл cb4. Вот здесь у белых еще была, в принципе, игровая позиция. Можно было сыграть и f2 и расставить ловушку. Допустим, проигрывает ход b3. Поставьте видео на паузу и найдите разгромную комбинацию за белых. Играем fe3. Затем fg5 размен. Подобная ловушка есть в дебюте кола. Я помню, как-то давненько записывал видео. Что-то подобное белые там показывали. И белые красиво побеждают. Но в партии Евгений вместо хода ef2 разменялся dc3. Расстроился, видимо, что я fe5 не сыграл. И вот здесь уже у белых был выигрыш. Надо было играть fe5. И видите, ход cb4 неизбежен. А на единственный ход b3 здесь черные меняются 2 на 2. И белые опять проигрывают за счет своей отсталой шашки h2. Ну, например, gf4, ab6, ab2, bc5, bc3, fe7, hg3, ed6. Ну и белым некуда ходить. Видите, отсталая. Я же в этой позиции ошибся. Сыграл bc5. И вот здесь у Евгения были шансы на ничью. Он сыграл fe5, а надо было сыграть b3. В чем идея? На ход fg7 белые жертвуют шашку ab4. Аб4 игра cd4. Видите, грозит комбинация. Так и так. А если белые и черные играют ab4, это сильнейший ход на выигрыш. Когда белые меняются и отыгрывают шашку. И вот здесь черные еще атакуют. Видите, меняться нельзя будет. А позиция в пользу черных. Поэтому приходится играть hg5. Черные нападают. Но белые жертвуют шашку. И здесь, в принципе, есть шансы у белых на ничью. Вполне можно сделать ничью. В практической партии. Я же в партии победил. Евгений в этой позиции вместо b3 разменялся. Fe5. И я играю красиво cb4. В чем идея? Если белые меняются ef6, тогда я просто откидываю. И просто иду в дамки. Надо отдавать. Ну и здесь белые, видите, не могут помешать мне пройти в дамки. И я постепенно выигрываю. Такая прикольная идея. Евгений заметил эту идею. Поэтому не стал меняться. Сыграл gf4. Я тогда уже играю fg7. Последовало hg3. Я разменялся назад. И Евгений поставил последнюю ловушку. hg5. То есть нельзя играть b3. Напрашивающийся ход. Белые играют gf4. Ай, gh4. И ловят дамку черных. И сами побеждают. Но мы, как говорится, тоже не пальцем деланы. Я заметил эту ловушку. Ну и вместо напрашивающегося хода сделал точный ход ab6. Ну и после хода gh4 сыграл bc5. И Евгений Кондраченко сдался. Друзья, вот такая тренировочная партия. Интересная. На мой взгляд. Если вам понравилось данное видео, не забывайте ставить лукасы и подписываться на канал. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.